Привет, друзья! Сегодня записываю экстренный обзор на новый нож от компании C.E.E.A.G. C.E.A.G. 3002. Почему экстренный? Да потому что уже во многих ножевых группах и пабликах ВКонтакте народ реально его ждет. А так сложилось, что я, судя по всему, первый обладатель этого ножа в России, так что на мне есть определенная ответственность. Все началось с того, что пару месяцев назад прямо на YouTube мне написал некто Чен. Как оказалось впоследствии, это владелец компании C.E.A.G. Суть письма была в том, что он готовит к выпуску на рынок новый нож. И так как ему очень понравился мой канал, он хотел бы, чтобы я сделал обзор на него. Итак, пробная партия была выпущена всего лишь в количестве 20 штук. И один нож из этой партии лежит сейчас прямо перед нами. Давайте посмотрим, чем же на этот раз удивит нас компания C.E.A.G. А удивляться, друзья мои, тут есть чему. Я сразу скажу, что компания C.E.A.G. выпуском вот этого ножа поставила далеко-далеко... ...ногих крутых брендовых производителей, ножи которых стоят в десятки раз дороже. Это не очень большой, но очень стильный нож, который в первую очередь производит впечатление дорогого аксессуара, чем режущего инструмента. Я не знаю почему, и может быть это немножко странно, но мои первые ассоциации этого ножа были связаны с айфон в цвете розовое золото. Да, это немного пидоралистично, но похож ведь? М? Нет? Чёрт. Клинок этого ножа выполнен из стали S35VM. Острый гадина, покруче, чем чилийские перцы. Режет он, ребята, просто адово. Да, кстати, если кто не видел новый логотип компании C.E.A.G., то выглядит он теперь вот так вот. На обухе ножа снята небольшая фаска, и это делает дизайн более законченным. Но самое крутое, что спуски клинка и вот эта вот фаска у нас сатинированы, а вот эта вот полоска, разделяющая их, выполнена с покрытием Stone Wash. Ну то есть вы понимаете, да, что люди реально заморочились? Я идем дальше. Мне лично очень понравилось, как выполнена вот эта часть клинка. Это не американский танто, который сейчас сует практически во все ножи. Это не классический дроппоинт. Да чёрт возьми, посмотрите, ну это же чисто японская классика. Мне лично кончик этого ножа очень сильно напомнил кисаки катаны. Ну да, может быть он чуть более вытянут, но всё же. И это классно, ну потому что это как минимум не как у всех. Ну и вообще вот это вот не как у всех можно применить практически ко всем составляющим этого ножа. Ну ладно, заканчивая обзор самого клинка, добавлю, что вообще весь этот нож это флиппер. Флиппует он достаточно неплохо, но при этом у него нет агрессивного выброса клинка. Открывается он весьма мягко и деликатно. Опять же, это большой плюс использования этого ножа в цивилизованном обществе, но никого не распугав при этом. У него есть насечка на плавнике флиппера, чтобы не скользил пальчик. И чуть более грубая насечка на обухе клинка. Давайте переходить к рукояти. Ну на осевом не буду заострять внимание, всё очень симпатично, присутствует некое анодирование. Ну а регулировать можно обычными торксами. Рукоять ножа, как обычно, у СИЭЩ Титан. Сделана просто офигенно. Я не знаю, насколько это хорошо будет видно на камеру, но посмотрите, как нанесён узор на рукояти. Декоративные полоски на основной части рукояти нанесены не тупо прямо, а они сделаны под определенным изгибом, подчеркивая форму вот этой вот вставки. На анодированной части рукояти также нанесены тончайшие полоски, которые идут под разным углом на правой и на левой стороне. Кроме того, вот на этих, ну назовём их ребра жёсткости, также нанесена микронасечка, которую даже вживую не сразу заметишь. На камеру, я думаю, вы тем более не увидите. Ну и самое главное, что всё это не просто красиво, но ещё и даёт отличное сцепление рукояти ножа с ладонью его владельца. В общем, ребят, сделано всё просто потрясающе. Проработано до мельчайших подробностей. Ну, я серьёзно, я в восторге. Ну, про клипсу сказать особо нечего. Мягонькая, аккуратненькая. Отлично вписывается в общую концепцию дизайна ножа. Клипсу, кстати, можно установить на любую сторону, как под правшу, так и под левшу. Крепится она с помощью вот этого торксика. Выкручиваем его, переставляем и прикручиваем с обратной стороны. Замок ножа. Фреймлок. Очень круто сделанный фреймлок. Ну, во-первых, технологическая выемка, созданная для подпружиненности вот этого фреймлока, убрана вовнутрь, а не сделана снаружи, как у многих других ножей. Например, этим грешит страйдер. И это большая проблема, потому что, когда он этой выемкой цепляет за карман при извлечении ножа, от кармана, как правило, остаётся мало чего целого. Во-вторых, как сделан сам фрейм. С внешней стороны щель между фреймом и рукоятью закрывает вот эта вот вставка. И в закрытом виде замок с рукоятью выглядит просто как единая целая конструкция. Да и в открытом смотрится практически так же. Очень стильно. Ну и в довершении, да, на фрейме, конечно же, присутствует сухарик. Ну и ещё одной крутой фишкой является полное отсутствие бонок внутри рукояти. И отсутствие шпенька для упора у него клинка в открытом положении. А вообще отвал башки. А знаете, как фиксируется клинок? Как бы вам объяснить? Вот в этих плашках с двух сторон внутри есть некая выборка. А в клинке, прямо в самом клинке, установлен шпенёк, который ходит внутри этих выборок и фиксирует клин в открытом положении. Возможно, это будет видно на камеру. Короче, это очень круто и технологично. И вы знаете, мне кажется, надо разобрать этот нож и показать вам, как он устроен изнутри. Что скажете? Давайте соберём традиционный уже 100 лайков и устроим вскрытие этого из теляги. Мне вот прям хочется его разобрать. Хотя обычно я этим не грешу. Вот вы знаете, когда я только получил этот нож, ну, достал его, распаковал, посмотрел. Ну, вроде да, вроде красивый, вроде стильный. Ну, окей. А когда стал вникать в его дизайн, обращать внимание на все мелочи, которые компания C.H. воплотила в этом ноже, ну, мне прям очень зашло. Ну, цвет, конечно, немного не мужской, но, блин, проститель. Нож получился прям очень крутой. Ребята из C.H., если вы смотрите этот ролик, красавчики, респект вам. Продолжайте в том же духе. Единственное, у меня к вам огромная просьба. Выпустите уже что-нибудь более брутальное. Ну, в стиле того же C.H. 3504. С деликатными ножами у вас всё супер, но хочется уже немножко какой-то жести. Ну, на этом, собственно, всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, и я напоминаю, собираем соточку лайков и делаем вскрытие этого красавца. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом ноже. Ну, а все ссылки на него я, как всегда, оставлю в описании. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok